Приветствую вас и для начала давайте ответим на вопрос, что есть для вас счастье. Как вы его себе представляете и почему. Вот почему то, что вы представляете для себя счастье, является для вас именно таковым. Все заставляет вас думать, что нужное вам для счастья обеспечит вам именно его, именно счастье. Дальше. Дальше следует сказать так. Счастье не является чем-то постоянным. Как бы счастливы вы не были в конкретном промежутке времени, вы не будете счастливы вечно. Вы не будете счастливы продолжительное количество времени, потому что человеческое сознание адаптироваться к любым ощущениям и рано или поздно вам для счастья потребуется что-то еще. Что-то новое. Что-то необычно. Что-то более высокое по ценам. Соответственно счастье это так. Это то, когда человек постоянно стремится вверх. Постоянно стремится к прогрессу. Постоянно развивается и постоянно подтягивает новые вершины. соответственно новые вершины, новые грани. Они требуют от человека подчас совершенно разноплановые действия. Разноплановые алгоритмы поведения. Разноплановые элементы подхода к тому, чтобы этого достичь. И не нужно вводить себя в их ключи. В обман, думая, что для того, чтобы быть счастливым, достаточно одного, хотя бы одного, успешного алгоритма победителя. На самом деле это не так. И в зависимости от новых и новых целей, алгоритмы требуются каждый раз соответственно так же новые. Это то, что мы скажем спосредственно про самое счастье. Теперь отвечая на вопрос почему, надо сказать так. что есть определенные препятствия на пути к этому счастью. Препятствия могут быть как внешними, так и внутренними. Внутренние это противоречия, комплексы, сомнения, страхи. А внешние это соответственно мнение людей, социальное давление, стереотипы, мораль. Иногда религия и так далее. Вот в зависимости от того, к чему больше относятся препятствия, которые мешают вам быть счастливой. Вам и нужно исходить и в эту сторону разбираться. Разбираться как самостоятельно, своими собственными средствами, через интроспекцию, то есть отчет о самой себе и самопознание. Либо с помощью психолога, который поможет вам определить эти самые препятствия, выработать стратегию по их преодолению и тем самым дав вам дорогу к счастью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Продолжение следует... Продолжение следует...